Привет, друзья, это Первый Уровень. Мы продолжаем прохождение Призраки Войны, модификации к Вульфенштейну. Вокруг мертвецы, и хорошо, что они рассыпаются от хорошей очереди моего автомата. Да и сжечь их можно. Ясно одно, какой-то эксперимент вышел из-под контроля, и все превратились в безумных зомби. Ваша задача продвигаться далее по склепу. Ну что ж, попадаем в склеп. Склеп это всегда атмосферно. Мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Какой-то, смотрите, латынь тут, скорее всего, на стенках. Ну, я предполагаю, не знаю. Скорее всего, я прав. Так. Все рушится по классике. Кстати, напишите в комментариях, как вам вообще аддон. Может, вы первый раз его видите. А может, проходили в свое время. Так, отлично. Минус один зомби. Туда мы не пройдем. Так, как бы его... Слушайте, они что-то быстро падают. Как-то они быстро падают. Но мне это, как бы, устраивает. Не знаю, сложности я не менял. Ну, ладно. Здесь говорят, что секретики есть. Поэтому я иногда буду вот, сматриваться в стенки. Ну, понятно. На время она. Так и знал. Так, это... Опасно, конечно. Их целых три. Ну, мы справились. Аптечку подобрали. Все пока что очень хорошо складывается. У нас есть жизнь. Оружие. Так, вот это что-то как выглядит, как какая-то ловушка, если честно. Ну, ладно. Так, ну, главное с ним справиться. Опасный достаточно соперник, но мы справились отлично. Так, и зомби. Давайте проверим. Может, здесь что-то есть. Здесь ничего нету. Зачем только мы сюда шли? Непонятно. Так, чуваки, вы там что стоите? Это что же на время, я уверен, опускается? Ну, понятно, да. Давайте так. Держи. Слушайте. А чё это он не получил никакого урона? Это, конечно, не круто. Ладно, ну иди сюда. Ну, подходи. Так, знаете что? Ну, так можно, конечно, их. Но это очень опасно, если честно. Вот эти танцы с бубнами. Ну. Патронов-то у меня нету. Что ещё предлагаете делать? Интересно, сколько надо им? Так, готов. Один готов. Это очень хорошо. Ну, наверное, ещё пару раз осталось попасть по нему. Да. Всё верно. Так. Здесь решётка, но она не открывается. Надо смотреть внимательно. Может тут... Ну да, механизм есть. Так. Очередная подстава. Кто там выходит? Давайте посмотрим. Здесь даже комбо такое. Есть у меня гранаты? У меня даже гранат нету, слушайте. Ну, я не знаю. Давайте возьмём ножичек. Что нам ещё делать? Что-то очень быстро. Ну ладно, меня это устраивает. Непонятно, сколько у них здоровья, если честно. У некоторых мало, у других много. Так, справились. Ну, здесь у нас закрыто, получается, да? Давайте смотреть, куда это приведёт. Ну вот, куда приведёт. Очередная западня. У меня уже 42 здоровья, к сожалению. Понимаете, с этих чуваков ничего не падает. То есть, оружие с них не падает. Так, ну, минус. Отлично. Один пошёл направо. Здесь налево вот этот чувак. Ну, да. Здесь меня замочили. Ну ладно. Первая смерть. Так, быстро. Окей. Я остался. Так, ну всё. Отлично. Так, а это интересно. Какой-то секрет, похоже. Ладно, пока не открывается. Так, ну здесь надо прыгать. Понятно. Надо с разгона, короче, прыгать. Отлично. Давайте смотреть механизмы. Да. Ну, видите. Тут такой секрет. Ну, кроме золота, блин, тут ничего. А, нет. Есть. Смотрите. Каска. Каска, патрончики. Очень хорошо. Ну, живём. Ну, я всё-таки сюда ещё пойду, посмотрю, что у нас тут. Отлично. Не зря сходил. Ну, и теперь возвращаемся. Ну, и теперь возвращаемся. Давайте посмотрим. Так, а это почему не открывается, интересно. Ну, мы, по-моему, ещё сюда, да, не ходили? В это крыло. Чё-то там звучок, если честно. Как будто там кто-то стоит. Давайте посмотрим. Ага. Блин, тут огненный. О, как я плохо кинул. Ну, держи. А он сюда идёт? Ух ты, он сюда идёт. У него, по-моему, очень большой рейндж. То есть, он может... Блин, жёстко, конечно. Всё. Ну, повезло нам, да. Но хотя... Прикольно, кстати, сделано. Такие угольки. Повезло с какой-то точки зрения. Патрончики взяли. А, делали с малой кровью. Так, ну, я так понимаю, мы решётку открыли. Показалось мне, что там сзади что-то произошло. Так, решётка открыта. Это очень хорошо. Смотрим на предмет секретов. Ну, здесь ничего нету, к сожалению. Ну, здесь стопудняк вот, типа, закроется. Я не знаю, вот эта решётка. И будет какая-то заварушка. Вот, смотрите. Ну, да. Я ж сказал. Но это очень читалось. Очень сильно читалось. Ну, давай, откуда? Блин, это жесть. Ну, а как я буду это проходить? Чё, прикалываетесь, что ли? Так, ну, минус один, но у меня один патрон остался. Это что ж за жесть? И тут два патрона. Ну, ладно, я иду. Так, надо его замочить. Ну, блин, это вообще, по-моему. Unreal. Ну, давайте ещё раз пробовать. Что мы можем? Я не знаю. У нас гранат нету, ничего нету. Может, слушайте, вот здесь есть, где они вылезают? Хоть что-то. Так, ну, минус один, хорошо. Ну, а здесь ничего нету, блин. Да, либо патрона, я не знаю. Ничего нету, реально. Надо бегать от него. Реально, на последнем патроне замочил. Это жесть полнейшая. Поэтому, ну, мой вам совет, берегите реально патроны. Зомби вот так вот ножом фигачите максимально. Так, а мы не сделали, да, что-то? А, секреты это, типа, один из двух. Ну, ничего страшного. Главное, выжили. Когда же закончатся эти чертовы туннели? Этот затклый воздух, зомби, тьма. Как я устал от этого. Главное, я устал от этого, написали русификатора. Сила уже на исходе. Ваша задача. Пробраться в зал склепа. Уничтожить монстр. Блин. Это что, босс, что ли, будет? Ну, и чем я его буду уничтожать? Слушайте, у меня дали... Мне неожиданно дали патроны. Представляете? У меня же все по нулям было, я ничего не понимаю. Откуда он взял патроны? Ну, ладно, я не против. Так, ну, а здесь кто у нас? А, ну, это не опасно. Давай. Я не хочу тратить патроны. Давай с тобой так поговорим. Ну, вот так вот, минус. Там еще второй. А, ну вот. Так, ну иди сюда. Так, второй. Отлично отъехал. Где там зомби? Здесь, кстати, какая-то... Понятная такая. Видите, да? Неровность. Как будто тут секрет какой-то. Давайте поищем. А, ну это ж разбить можно, правильно? А чем? Гранатой, наверное. Так, каска. Броня. Ну, есть у меня граната, интересно? Ну, динамит есть, да? Но он не зря дан. Слушайте, его надо сюда. Это сто процентов. Давайте. Все, убегаем. Смотрим. Ну да, мы правы. Так, можно сюда пойти. А сюда нам нельзя, да? Ладно, окей. Идем. В какие-то реально подземелья уже идем. Чувак не ожидал. Ладно. Ну, вот здесь будет арена для файта, да? Это стопудняк. Никого там больше нету? Ладно, давайте заходим. Сейчас закроется. И, короче... Облава сейчас будет, я уверен. Да, смотрите. Ой-ой-ой. Сколько вас тут, ребят? А, ну и все, да? Вас двое? Ну, знаете что? Я, наверное, офигею и попробую вот так вот с ними. Ну, вообще, конечно, мог бы оружием. Но я просто знаю, что здесь какой-то монстр будет, судя по описанию, да? И, знаете, мне каждый патрон очень важен. Кстати, сейчас чувак... Долбанул другого чувака, если я не ошибаюсь. Ну, а как еще? Только так. Блин, я аптечку взял. Аптечка, кстати, восстанавливает на этом уровне сложности 5 единиц здоровья. Так, минус. Один отъехал. И второй отъехал. Ну, что ж. Ну, все в целом ясно. Давайте дальше проходить. Так. Ну, что нас тут ждет? Ну, зомби ждет. Давай, нападем на него. Пропустил я, к сожалению. Ну, ладно. Ну, чуваки, давайте идите сюда. Эх, жалко его не раздавило. Ух ты, смотрите, а он может открывать дверь. А я не знал. Эволюция. Ну, видите, по сути, два типа соперников. То есть, понятно, что мод любительский и требовать, чтобы люди создали новых какие-то модельки, текстуры. Ну, вот эти вот ребята, они были в оригинале. Ну, три еще есть и огненные, да, там, получается. Ну, в целом и этого достаточно. Все достаточно атмосферно выглядит. Ну, это я не знаю. Суда нам никак. Ну, мы выполнили, кстати, первую задачу. Мы пробрались. Кстати, видите, такой туман. Прикольно сделан. Очень плотный туман. Так, чуваки. Ох ты, там огненный. Блин, там огненный. Так, я не знаю даже, что с огненным делать. Где он там бегает? Я так понимаю, если мы так пойдем, то... А, это огненный еще... Подождите, так это... А ты можешь огнем, интересно, бить? Это какой-то новый вид врагов. То есть, это, по сути, топорщик, только огненный. Ну, окей. Достаточно просто. А, вот это уже сложнее. А, ну, я понял, почему он огненный. Потому что его подпалил. Кстати, так можно его... Юзать. Видите, я отхожу за угол, и он бежит назад. Ну, достаточно удобно. Ну, и все. Это было просто. Ну, пока, во всяком случае. Но это не главный монстр, я думаю. Так, ну, это мы обошли. Да, это мы просто обошли. Ух ты. Не, ну, блин. Не хочется, если честно, тратить патроны. Давайте я... Подбегу, просто лупану по нему. Все, отлично. Ух ты, блин. Вы видите, там кто? Ну, я не знаю. Давайте. Постараемся. И как его мочить, изволите. Ну, я не знаю. Ну, так я подорву себя, да, наверное? Ну, да, видите. Это задачка, конечно. Я не знаю, как его мочить. Ну, вот он меня, не знаю, не видит. Ну, держи. Ну, не знаю, допустим. Ну, так ты меня достанешь? Ну, так он меня не достает, кстати говоря. Ну, вот это битва, я не знаю. Вопа, смотрите. Мы победили, реально. Взорвайся. Ох ты, жесть. Ну, вот вам, как говорится, способ его победить. Я не знаю. Короче, в этой игре нож, это наше все. Без ножа я не знаю, что бы я тут делал. Так, ну где вы тут? Да, что ж ты будешь делать-то? Отпускай меня. Давай, подходи. С тобой уже попроще. Что ж ты такой, живучи-то? Так, готов. Так, ну и последний остался. Его можно и пушкой, на самом деле, замочить. А, ну здесь решетка поднимается, да? Ну, она временна. То есть, можно было, в принципе, сбежать. Я правильно понимаю? Ну, все равно, наверное, не дали бы пройти, потому что цель была убить монстра. Чувствую, что где-то неподалеку выход на поверхность. Точно, слабый ветерок принес немного свежего воздуха. Надо собраться с силами, и... Ваша задача найти выход во внутренний двор замка. Ну, давайте постараемся. Ну, давайте сюда пойдем. Угу, понятно. Так, до свидания. Хорошо, что они не идут особо за мной. То есть, я про огненного сейчас чувака говорю. Так, ну, огненного чувака нужно только с пушки валить. Желательно с этой. Так, здесь нет секретов никаких. Нету. И эта штука не открывается. Так, где он тут ходит? Так, отлично. С ним мы справились. По сути, больше всего проблем предоставлял. О, секрет. Нашел секрет, мне кажется. Или это не секрет? Ну, я не знаю, слушайте. Походу, это не секрет. Но тогда я тут еще не все посмотрел. Давайте я посмотрю, что тут осталось. Так, ну, это начало уровня. Да, прикол. Зачем я сюда пошел? Кто-нибудь не объяснит. Ну, мы замочили, конечно. Но, если честно, я не знаю, если тут не будет патронов. Ну, тут есть что-то, да. А, 48 патронов, слушайте. Ну, и здесь можно открыть. Окей. А, здесь аптечка, смотрите. Здесь выгодно. Так, там чуваки, я не знаю. Давайте попробуем. Так, минус. Ну, вот этот мощный. Мощный чувак. Хочется уже на поверхность выйти, если честно. Так, ну, иди сюда. Ну, где-то там. Готов. Ладно. Так, ну, смотрим. Последний остался. Сейчас мы с ним справимся. Посмотрим, какое будет продолжение у... Этой модификации. Я думаю, что мы уже к финалу движемся. Она небольшая, должна быть, по крайней мере. Ух ты, смотрите, какой зал прикольный. Это место для такого, не знаю, склепа, но здесь... Ну, понятно. Так, мне вот этот больше всего волнует. Товарищ. Ну, а с этими по старинке будем разбираться. Я вам тоже рекомендую, если честно, только ножичком с ними воевать. Так, ну, минус. И второй минус. Так, давайте внимательно посмотрим. Как-то я сразу, слушайте, разгадываю вот эти ребусы. Мне нравится. Ну, патронов нету. Где уже поверхность? Блин, там какой-то звук не очень хороший. Мне это не нравится. Так, ну давай. 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 Ну, давай-давай. Отлично. Его заплющило. Дверю. Так что физика... Блин. Жесть. Мне столько сняло здоровья. Ну, что-то очень много сняло. Этот дух. Летающий череп. Ну, ладно. Рано я смеялся, конечно. Ну, значит, тогда мы будем вот так вот действовать. Ну, держите. Так, ну все, отлично. Кто-то еще остался? Да нет. Этот отлетел, кстати, от гранаты. Достаточно хорошо. Так, ну давайте посмотрим внимательно. Здесь тоже какие-нибудь рычаги, наверное, есть. Или ничего нету? Не, ничего на этот раз нету. Но это выход, да? Слушайте, это выход. Давайте еще одну миссию пройдем. Ух ты, слушайте, а может это все? Конец игры? Это же этот чувак. Да, это Генрих. Так он и в оригинале был. Вот и главное чудовище, которое управляет безмозглыми зомби. Очень похож на генерала Генриха Крауста. Да, это он и есть. Только мертвый и в размерах больше, чем обычный человек. Уничтожить генерала Крауста. Блин, я просто думаю, у меня нету вообще патронов. Это что за прикол? И чем он фигачит, интересно. Не, спасибо, пока не хочу я умирать. Ух ты, быстро-быстро бегаешь. Ну, я не знаю, если ты не будешь меня долбить издалека. То есть, вот тогда ты... В целом-то ты... Безопасен, так-то. А, ну можно поджигать. А ему пофигу, да, на это? Слушайте, а этих-то нормально так. Так, ух ты, здесь пулемет сдаётся. Не, ну давайте так. Держи. Ну, это же с ними вообще не трудно. Мне главное Генриха сейчас замочить. Так, ну, пока. Так, взял аптечку, всё взял. Всё, готов. Реально? Не, ещё не готов, слушайте. Ну, это не страшно, чё ты там... Сколько же тут расплодилось этих чуваков. Ну, держите. Так, надо подумать. Так, кто меня мочит? Офигели, блин. Так, пока. Ну, слушайте. В принципе, сражаться против него можно. Он медленный. Иногда только ускоряется. Отлетает от него броня. Так, ну, давайте посмотрим ещё. С пулемёта давайте попробуем ещё вблизи его замочить. Всё. Мне кажется, это всё. Да. Ну вот, я не знаю, как относиться к таким вот аддонам. Финал прикольный. Финал недушный. Тут за финал я могу поставить реально пятёрочку. Объясню почему. Потому что это модификация. Это дополнительный контент для фанатов. То есть, ну, представляете, да, если бы тут душнее. Ну, типа Сталинграда бы устроили. Ну, такое себе. А Призраки войны. Короткий. В принципе, на часик-два прохождения. Мы там часик с хвостиком его прошли. Знакомые герои. Это, по сути, вот. Генрих финальный босс. Там в катакомбах был другой босс. Который, помните, там был в оригинальном тоже Вульфенштайне. Из башки просто вылетело. Там Олдрик, по-моему, его как-то так зовут. Толст этот. В общем, что я могу сказать. Призраки войны достойная модификация, которая точно будет не лишней к прохождению, если вам нравится Вульфенштайн. Скоро будет новая игрушка на канале. Так что подписывайтесь. Также можете прокомментировать. Мы тут немножко качество получше сделали. То есть, новое оборудование. На канале, кстати, тысяча подписчиков. Я это говорил, но еще расскажу. Спасибо всем, кто подписывается. Это очень значимая для нас цифра. Мы небольшой канал, но стараемся для вас делать контент, надеюсь, интересный. Увидимся чуть-чуть позже. Пока-пока.